Садхгуру, в жизни бывают моменты, когда я все делаю хорошо, и все получается отлично. Но затем внезапно закрадывается чувство, которое говорит мне, что моя гибель близка. Меня это беспокоит. Может, вы только что приземлились? Да. И когда это чувство проникает в систему, вся моя работа начинает ухудшаться. Садхгуру, что делать? И как избавиться от этих монстров внутри? Сколько монстров внутри вас? Я думал, что есть только один монстр, это вы. Давайте будем предельно честными. Видите ли, если вы слышите внутри себя два голоса, ангельский и чудовищный, это не значит, что произошло что-то фантастическое. Это означает, что вы либо шизофреник, либо одержимый. Да. Вам нужен либо психиатр, либо экзорцист. Это очень важно. Люди делают это во имя религии, во имя духовности, во имя так называемых современных решений. Во многих отношениях это находит свое выражение. В Индии огромный словарный запас по этим вещам. Вы можете сказать кому-нибудь, «Это моя Аханкара, мое эго делает это, это моя, моя душа, или что-то еще в этом роде». Что ж, если так много людей говорят изнутри вас, если так много людей застряли в одном теле, это болезнь, не так ли? Так? Если в одном теле больше одного человека, это болезнь или нет? Только один. Это тело предназначено для одного. Это самое главное, что вы должны понять. В этом теле только вы, вы и вы. Другого нет. В тот момент, когда появляется другой, это уловка. Вы начинаете разыгрывать этот трюк. Когда все идет как надо, конечно, это я. Когда что-то идет не так, я не знаю, это голоса кого-то еще, мое эго. Вы создаете в своем уме все виды существ, которых не существует. Вы можете называть это атман, парматман, внутри вас говорит Бог или дьявол. Всякий раз, когда люди говорили со мной, говорил Бог, происходили бедствия. Да. Вы слышали об этом? Президент Соединенных Штатов в свое время, около 15 или 18 лет назад, сказал, Бог сказал мне. И сразу катастрофа, 600 тысяч человек погибли, целая нация. Такое происходит всегда, когда говорит Бог. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что это говорит не Бог. Когда вы хотите сказать что-то нелогичное и необоснованное, вы приплетаете Бога или дьявола. Так что, если в вас более одного голоса, остальные вы должны убрать. Для этого нужно понять сложность человеческого разума. Сложность того, кто мы есть, это величайший дар, который у нас есть. Не так ли? Есть церебральная система, которая делает нас такими, какие мы есть. Это величайший подарок. Но именно от этого страдает каждый человек. Я спрошу у всех вас, когда в последний раз вас ранили кинжалом? Когда? Видимо, они игнорируют вас. Возможно, самое большее, что с вами случилось, это укус комара. Это уровень страданий, которые мир причиняет вам. Остальные страдания связаны с вами самими. Так почему вы страдаете? Потому что я задам простой вопрос, скажите да или нет. Я благословлю вас в соответствии с этим вопросом. Вы хотите, чтобы ваш интеллект был острым или тупым? Острым. Хорошо. Прямым. Из какого отдела эти парни? Они из политологии. Это одна из дисциплин, сэр? Одна из дисциплин? Нет. Тогда как? Они проникли в ваш колледж. Итак, естественно, вы хотите, чтобы ваш интеллект был острым. Это означает, что интеллект режущий инструмент. Он как нож. Чем острее, тем лучше. Не так ли? Прямо сейчас, после миллионов лет эволюции, мы дали вам интеллект. «Мы» означает, что я говорю от лица природы. Мы дали вам острый ум. А теперь вы постоянно режетесь и жалуетесь на это. Нет, нет, когда вам дается что-то острое, вы должны научиться пользоваться этим. Вы должны научиться справляться с этим. Если вы неправильно держите это или если постоянно дергаетесь, вы порежетесь. Сейчас все эти выражения «Сегодня я чувствую себя так, завтра чувствую себя по-другому» люди, по сути, переживают очень много страданий. Кто-то в зоне боевых действий, кто-то голодает. Оставим этих людей, потому что это немного другое. Но все остальные люди, все страдают от одного, от собственного разума. Если убрать половину их мозга, они будут мирно сидеть. Да или нет? Ни демонов, ни богов, ни голосов в умиротворении. Да или нет? Так что мы жалуемся на величайший дар, который у нас есть. единственная причина, по которой мы здесь доминируем по сравнению со всеми другими существами, это способности нашего мозга. Не так ли? Благодаря остроте нашего ума, мы можем делать абсолютно все, что угодно. И это стало проблемой. Это стало проблемой, потому что вам дали очень сложную машину, а вы не прочитали руководство пользователя и пытаетесь справиться вслепую. И люди придумывают самые разные вещи. Ваш собственный интеллект захватил вашу жизнь и разрушил вас, заставил вас страдать. Если я оставлю вас одного в комнате, одного, если вы будете несчастным, это означает, что вы в плохой компании, не так ли? Так? Если я с тобой, а ты страдаешь, дело во мне, но если ты один и страдаешь, значит, ты в плохой компании, не так ли? Вы должны исправить это, чтобы вы никогда не были плохой компанией. Вы должны быть лучшей компанией. Для этого существует простое лечение. Это просто исправить. Вы начинаете замечать все, что бы ни случилось в вашей жизни. Хорошие вещи, плохие вещи, глупости, великие дела. Что бы ни случилось, в моей жизни. Все это моя ответственность. Теперь есть только один человек. Если вы понимаете, что это ответственность одного человека, иначе будет говорить Бог, будет говорить дьявол, где-то говорит Атман, где-то говорит Парматман, они сведут вас сума. Продолжение следует... Продолжение следует...